Всем привет, меня зовут Илья Кизиров и вы слушаете подкаст Русской службы Би-Би-Си, что это было. В понедельник мы уже проанализировали нападение Хамас на Израиль, но каждое такое обострение вызывает множество вопросов, которые на первый взгляд кажутся очень простыми, но на самом деле требуют знания истории региона. Например, вот кто такие Хамас и чего они хотят? С чего вообще начался арабо-израильский конфликт? И какую роль в нем играют Иран и Ливан? На эти вопросы мы сегодня постараемся ответить вместе с журналисткой Би-Би-Си Анастасией Успенской. Она в прошлом ближневосточный военный корреспондент и долгое время освещала палестино-израильский конфликт. Настя, привет. Привет. Перед тем, как мы перейдем к нашему такому ликбезу, ты можешь коротко рассказать о том, что сейчас вообще происходит, как развиваются события в Израиле и в секторе Газа? Да, ты знаешь, вот по информации на сегодняшнее утро, количество жертв среди израильтян выросло до 1200 человек. Сколько среди них военных, пока я не понимаю. В основном это мирные жители, но там есть и военные. И 974 погибших палестинца вот на данный момент. Значит, также Цахал, армия обороны Израиля сообщила, что они собрали около 1500 тел хамасовских боевиков, которые ворвались на территорию Израиля в разных местах. Значит, раненых было больше 3000, 1600 легко, многие отпущены домой. В критическом и тяжелом состоянии 140 человек в разных больницах Израиля. Это все мы говорим сейчас про израильтян, да? Далее, что происходит в Газе? Ну, в Газе Армагеддон, и мы все видели эти кадры, и, в общем, наши слушатели тоже, я думаю, за этим следят. Насколько я понимаю, около 200 тысяч жителей Газа ушли через другой контрольно-пропускной пункт с другой стороны в Египет, но это только те, у кого было разрешение на это, потому что Египет совершенно не фанат впускать к себе жителей сектора Газа. Это годами длится, но 200 тысяч, видимо, обладали каким-то правом, каким-то статусом, поэтому они это сделали. Остальные внутри Газа. Электричество в секторе осталось часа на два, вот когда мы сейчас с тобой разговариваем, когда мы закончим разговаривать, этого электричества будет еще меньше. Я сейчас уточню, что это час 30 по Москве. Да, это слова главы палестинской энергетики, он сегодня это заявил. Накануне министр обороны Израиля Юаф Галат объявил полную блокаду сектора, это означает вода, электричество, продовольствие, медикаменты и так далее. Это беспрецедентные меры, конечно, поэтому электричества так мало, и скоро его, видимо, не будет совсем. Конечно, сейчас международные всякие организации пытаются на Израиль давить, потому что там действительно женщины и дети в секторе Газа, это все правда. Но Израиль пережил такой ужас, что я, зная эту страну не понаслышке и зная, как устроена израильская армия и как вообще работает израильское общество, я думаю, что сейчас мало кто может давить на Израиль. Сейчас мало кого они будут вообще слушать. Давай тогда начнем наш ликбез с такого вопроса. За что вообще борется Хамас? Хамас борется за свободу Палестин. Но в переводе с языка Хамас, и это придумала не я, это написано в их уставах и хартиях различных, можно посмотреть, этот лозунг автоматически обозначает уничтожение Израиля и евреев. То есть это не борьба за сосуществование на одной территории, политика двух государств, о которой уже столько десятилетий говорят. Это исключительно освобождение Палестины за счет изгнания оттуда, убийства, изгнания, свержения в море, как они говорят, что мы сгоним вас в море, такое тоже заявлялось, вот всех израильтян и израильского государства. Вот за это они борются. Хамас возник в 1987 году. Кстати, его основателем был довольно одухотворенный и очень образованный человек, шейх Ясин. У него диплом в английской литературе, он получал образование в Каирском университете. Но он очень быстро переключился на трактование ислама, увел это в радикальную сторону, и, в общем, Хамас получился довольно радикальной организацией. Еще один такой вопрос, который, может быть, прозвучит глупо, но все же. С чего начался вообще арабо-израильский конфликт? Арабо-израильский конфликт начался ровно с образования государства Израиль в 1948 году, когда после Второй мировой войны, Холокоста, эти люди, гонимые, гнобимые, сжигавшиеся и так далее, наконец-то обрели свою землю решением Организации обеденных наций и приехали. На самом деле, евреи и сионисты приезжали на эти земли еще и до образования государства Израиль, но в 1948 году это все обрело такие официальные какие-то рамки, официальный статус и так далее. Так что это все началось еще с того времени. И первая такая довольно затяжная, кстати, одна из самых затяжных израильских войн, арабо-израильская война и так называемая война за независимость, она как раз проходила в 1947-1949 годах. Это год до образования Израиля и год после. Государство Израиль было образовано вот в середине этой войны. Первый год война официально шла между арабами, населявшими палестинские земли, как они говорили, да, и между сионистами, населявшими эти же территории. Потом образовался Израиль, и уже эта война вторую свою стадию проходила между арабами и израильтянами, потому что так уже официально они стали называться. Так что это конфликт очень затяжной. И, честно говоря, понятно, что горячая стадия закончится. Вот то, что мы наблюдаем сейчас, это заканчивается всегда. Все израильские войны, которые он вел, которые, кстати, не были инициированы им, это важно отметить, я думаю, они были довольно краткосрочными, потому что у него достаточно сил и ресурсов, чтобы завершать это довольно быстро, и я думаю, что это тоже все закончится в какой-то момент вот скоро, но сам конфликт никуда не денется. Ну вот я правильно понимаю, что для Израиля вот есть нарратив, в 1948 году образовано государство Израиль, для арабского населения есть другой нарратив, что это год нагбы и год, соответственно, изгнания. Ну, слушай, знаешь, как говорят, да, что в какой-то стране есть агенты, для другой стороны это шпион. Ну, естественно, с какой-то стороны не посмотришь на любую там проблему, на любую там работу, профессию, обязательно с разных сторон она будет преподноситься по-разному. Понятно, что то, что стало обоснованием на определенных землях для определенной категории людей, для определенного народа, стало, соответственно, не очень хорошей новостью для другого народа, которому пришлось стесниться. То есть, да, я думаю, что так говорят, и, в общем, это довольно справедливо, да. Но мне кажется, что вообще очень опасная вещь – это то, что происходит сейчас в мире везде. Пытаться размахивать картами и пытаться отматывать историю там десятилетия, столетия, тысячелетия назад, чтобы понять, кто же кому вообще что должен и кто на что претендует по праву. Но это суть арабо-израильского конфликта, потому что израильтяне, евреи, сионисты, они считают себя в праве. Они пришли туда, куда их когда-то вывели из Египта, из рабства. Потом они после жуткого холокоста снова пришли на эти земли, и опять они считают себя в праве. А, соответственно, арабы, которые там жили, считают, что их согнали с их мест. Оба нарратива существуют, и оба имеют право на жизнь, как я понимаю, потому что с разных сторон этого конфликта, безусловно, всё выглядит совершенно противоположным образом. Но сейчас мы уперлись не в то, как разделить земли. Сейчас мы уперлись в ситуацию, когда было на наших глазах совершенно страшное зверство. Я просто хотел подчеркнуть, что есть как бы два категорически противоречащих друг другу нарратива. Один в арабской части общества и среди, например, даже арабских израильтян, а другой среди евреев. Давай пока продолжим ликбез. Ещё один вопрос. Вот государство Израиль – это государство, ну, если не постоянно, то, по крайней мере, часто воюющее. Ты можешь кратко рассказать, с кем и из-за чего воевало государство Израиль вот в XX веке? Ну, мы уже сказали, да, про арабо-израильскую войну. Войну 48-го. Да-да-да, мы это с тобой уже обсудили, а все остальные войны, в общем, были инициированы израильскими соседями, потому что Израиль, конечно, бельмон на глазу, страна расположена в окружении недружных стран. В какой-то момент Иордания и Египет, конечно, изменили точку зрения, они поняли, что Израиль здесь надолго, навсегда, поэтому они решили, что лучше жить с ним и мирно, но все остальные до сих пор считают Израиль совершенно чужеродным телом на карте вот этого ближневосточного региона. Следующая война, которую вёл Израиль, это шестидневная война. Это у нас какой? Это у нас 67-й год, 1967 год. Эта война длилась всего пять дней, по-моему, и вот в результате этой войны как раз Израиль установил контроль над западным берегом реки Иордана и сектором газа. И ещё голландские высоты, по-моему, в результате этого же конфликта. Да, голландские высоты, да-да-да. Следующая война, такая настоящая война с нападением, с использованием оружия, артиллерии и так далее, произошла в 73-м году. Это война судного дня. И, кстати, то, что произошло на этих выходных в Израиле, называют в израильском обществе, сейчас этому уже дали определение, как Кипур-2. Это война судного дня, потому что судный день на иврите называется Йом-Кипур. Это день, когда евреи постятся, размышляют, молятся, ничего в стране не ездят, ни транспорт, ничего. И вот в такой день, в 73-м году было совершено нападение арабской коалиции на Израиль. Тогда эта война продлилась 19, что ли, дней, по-моему. И сейчас то, что произошло, в израильском обществе называют уже Кипур-2, потому что это тоже произошло на стыке заканчивавшихся праздников Суккот, начавшегося Шабата, когда люди тоже рефлексируют. А чтобы наши слушатели понимали, что такое еврейские праздники, это не как у нас. Хочу там, справляю, международный женский день хочу нет, хочу там праздную рождество хочу нет. Еврейские праздники, которые прописаны в календаре государства Израиля, они справляются поголовно всеми. Даже если там каким-то новым иммигрантам или старым иммигрантам из Советского Союза, России, какие-то религиозные праздники не близки, они могут не следовать как бы жестко правилам этого праздника, но они не работают, они отдыхают. То есть это всеобщая такая расслабленность. Праздники в Израиле – это страна целиком, без исключения, за исключением, конечно, армии, и мы к этому вернемся, еще погружается вот в такое расслабленное состояние. Поэтому это нападение как раз сейчас произошло на стыке праздников, которые закончились, и начавшегося шабата, когда вся страна пребывала в такой неге. Поэтому Кипур-2. Ну, между этим, понятно, были разные операции в Газе, и две интифады палестинские, восстания палестинские, да, и вот как раз свою военкорскую ближневосточную карьеру, если так можно сказать, я начала за считанные недели до начала второй палестинской интифады, и это было сурово. То есть, ну вот войны, да, значит, 47-й, 49-й, 67-й, 73-й, и власти Израиля называют то, что сейчас происходит, войной. Так что это в истории учебников будет определяться как война, да. То есть Израиль ведет свою очередную четвертую большую войну. И еще я хотел бы разобраться немного с географией, где что происходит. Вот что такое западный берег реки Иордан, о котором много говорят, и что такое сектор Газа, что они вообще собой представляют. Давайте сначала попробуем визуализировать, представить себе карту Израиля, такой язычок, да, такая длинная, вытянутая полоска суши. С одной стороны, вот если смотреть на карту, да, слева внизу, ближе к югу Израиля, значит, расположен сектор Газа. Сектор Газа – это, по-моему, чуть около 50 километров Средиземноморского берега. Там проживает чуть более двух миллионов человек, и с другой стороны, другим своим боком этот сектор Газа граничит с Египтом. Значит, потом между сектором Газа и западным берегом идёт, собственно, плоть государства Израиль, да, вот такая линия, принадлежащая Израилю. Дальше это уже получается граница с Иорданией, да. Чуть выше, по диагонали от сектора Газа через израильскую территорию расположен западный берег реки Иордан, то есть восточный Иерусалим и западный берег. Там граница с Иорданией. Здесь у нас граница с Египтом, а там у нас граница с Иорданией. Там по приблизительным подсчётам проживает 3 миллиона палестинцев, чуть больше, но западный берег реки Иордан намного больше по своей территории, то есть там больше воздуха, больше места, там меньше плотности. И, конечно, жизнь на западном берегу гораздо более высокого качества, потому что там больше работы, там опять-таки все бизнесы, которые находятся в Иерусалиме, в восточной его части и в западной. Палестинские арабы часто получают разрешение работать там. В общем, там есть движение, там есть жизнь, там есть работа, и там, в общем, дела обстоят гораздо лучше. Значит, если мы возвращаемся по диагонали вниз туда, к югу, к сектору Газа, там всё гораздо хуже. Там по кадрам, я думаю, весь мир видел, там довольно-таки однообразные застроенные участки суши, одного такого серовато-жёлтого цвета. Там почти работы нет никакой. Может быть, 90% специалистов, которые живут в секторе газа, врачи, юристы, инженеры, они все с образованием советских бывших вузов. Я с ними лично просто знакома, разговаривала, ну, прям практически каждый второй учился когда-то в Советском Союзе и приехал туда, и вот там они работают. Эти люди живут, ну, более-менее сносно. Все остальные живут довольно плохо. Вот такая разница между сектором Газа и западным берегом реки Ордан. Они находятся по-разному. Вот ещё раз говорю, если мы представим язычок такой, да, длинный, это Израиль. Значит, с одной стороны слева это сектор Газа, и по диагонали вверх туда это. То есть между ними лежит территория Израиля. Они между собой не сообщаются. Что, собственно, и стало поводом и причиной тому, что управляются эти два палестинских анклава совершенно разными людьми. Вот мы говорим западный берег реки Ордан и сектор Газа, и что они там по-разному управляются. Но вообще как появились эти территории? Что вообще было на этих землях до того, как там образовался Израиль, да? Значит, ну, давай мы с тобой вернёмся в 1947 год. Вся эта территория, где сейчас находится сектор Газа, западный берег Ордана и современный Израиль, находился под мандатом британского правительства. Находились они там некоторое время, пресекали тоже всякие размолвки, вооружённые конфликты между проживавшими там арабами и евреями, которые, кстати, приезжали на эти земли уже с конца 20-х годов. Но в 1947 году Британия решила, что довольна с них, они не смогли примирить стороны, они не предложили никакого более-менее нормального плана, да, как-то всё решить. И они решили, что они оттуда уходят и больше не хотят. В этой связи собралась созданная совсем незадолго до этого Организация Объединённых Наций. И на своей очередной генеральной ассамблее в ноябре 1947 года приняла план, который вошёл в историю под названием «План раздела Палестины». Согласно этому плану, Иерусалим должен был вообще стать международным городом, он должен был не достаться никому, и он должен был остаться под управлением, собственно, ООН, как раз, чтобы не допустить конфликта по его статусу и так далее. Вот, теперь уже мы, оглядываясь назад, понимаем, что это не произошло, да. Предел Иерусалима также предполагалось ввести окрестные населённые пункты Шоуфат, Эйн-Керем и Вифлеем. Это сейчас, сегодня, это такие одни из самых крупных городов западного берега реки Иордан. Вифлеем – всемирная святыня христиан. Вот, в общем, это название на слуху у всех, да. И, в общем-то, большинство еврейского населения, которое там тогда проживало, этот план приветствовало. Они тоже уже устали тогда от этой бойни. Вот, но, знаешь, есть понятие, да, в израильском обществе евреи и сионисты. Вот, сионисты – это такая радикальная группа еврейского общества, которые за сионистские идеалы, за то, чтобы вот не пядя земли, ни за что, не уйдём, всё, как предписывал Моисей Авраам, Яков и так далее. Вот, и тогда как раз очень большим влиянием на этих землях пользовались радикально вот эти сионистские, так называемые еврейские, организации под руководством Минахима Бегина, опять-таки, я уверена, что большинство наших слушателей это имя знает. Вот, и Цхака Шамиль. Вот, можешь расшифровать лучше? Бегин – это израильский политический государственный деятель, это шестой премьер-министр Израиля, он занимал пост 77-го по 83-й год, то есть он займёт этот пост гораздо позже, да, сейчас мы говорим с тобой про 47-й. И он же, кстати, Нобелевский лауреат 78-го года. Вот, и Цхак Шамир, я, кстати, застала его ещё премьером Израиля, это тоже израильский политик, он седьмой премьер-министр Израиля, был председателем КНЕСЭТа и так далее, и так далее. И вот до 48-го года он как раз был одним из руководителей подпольной организации, да, вот этой сионисткой. Так вот, эти люди вместе со своими вот этими организациями, они были против предложенного ООН-плана. Пока между собой разбирались, что к чему, в 48-м году появилось государство Израиль уже с определённой структурой и с определённой последовательностью принятия решений. Так вот, когда в 48-м году появилось официальное государство Израиль, на этих землях жили и иудеи, и арабы. Когда появилось государство, местные арабы, которым, собственно, было предложено продолжать там жить, они решили, что они этого делать не хотят, не могут и так далее. И эти люди стали уезжать в места, где у них были родственники, в места, где говорили на арабском языке. И, соответственно, это западный берег реки Ордан и сектор Газа. И вот таким образом, после создания государства Израиль, эти два анклава стали населяться ещё больше и стали отдельными такими, как сказать, точками концентрации арабоязычного населения вот этой части Ближнего Востока. Вот так организовались, собственно, вот эти две территории. Но я правильно понимаю, что со времени войны за независимость до Шестидневной войны западный берег реки Ордан был в составе Ордании, а сектор Газа в составе Египта, да? Да, притом, в отличие от западного берега реки Ордан и его взаимоотношений с Орданией, сектор Газа был оккупирован египтянами. То есть там тоже оккупация как бы происходила. Поэтому палестинцы и египтяне до сих пор особо друг друга не любят, насколько я могла судить за те годы, что я провела в этом регионе, да? В то время как жители западного берега реки Ордан, они были в части у правительства Ордании, в милости, и даже у многих жителей Восточного Иерусалима сегодня, у них нет у многих израильского гражданства, но у них есть и орданское гражданство. И они поэтому могут путешествовать, выезжать из страны, въезжать в страну, в отличие от жителей сектора Газа, у которых никакого гражданства нет. А как так получилось, что эти территории стали сейчас оккупированы Израилем? Итак, до, значит, 67-го года западный берег реки Ордан находился под, так скажем, протекторатом Ордании, а сектор Газа Египта. Но в 67-м году развязана, опять-таки, арабская коалиция война против Израиля привела к тому, что Израиль сказал всё, потому что именно в этих двух местностях концентрировались радикальные группировки, которые совершали диверсии против израильской армии и так далее. И силы израильской армии просто были введены в оба этих вот географических места. С тех пор они там остались. После этого евреи стали строить свои так называемые еврейские поселения на обеих территориях. На западном берегу до сих пор проживает 500 тысяч примерно еврейских поселенцев. В секторе Газа их практически не осталось, потому что в 2005 году Ариэль Шарон, тогдашний премьер-министр Израиля, провёл политику одностороннего размежевания. Я помню, я сидела как раз на шлагбауме, на КПП между сектором Газа и Израилем. И я наблюдала, освещала для Би-Би-Си, как вывозили оттуда целые семьи со скарбом, с домашними животными и так далее. Всех поселенцев сектора Газа еврейских в 2005 году оттуда вывезли. Ну вот, кстати, мы часто довольно слышим в новостях вот это вот слово «поселенцы», «поселенчество». Можешь поподробнее описать, что это за движение, что это за феномен такой? Да, это вот как раз те самые сионисты, о которых я говорила, у которых более радикальный взгляд на то, как должен существовать народ Израиля. Это люди, которые предпочитают жить под угрозой каких-то стычек на вот этих территориях, чем уйти оттуда. Они вот как раз относятся к категории сионистов, о которых я говорила, когда мы обсуждали, кто такой Бегин. Вот это течение, вот это более такое, более радикальное. Значит, поселенцы на западном берегу – это в основном люди верующие, религиозные. Сейчас еврейские поселенцы, вот я сказала, порядка 500 тысяч, они живут на западном берегу реки Ордан. В нынешнем правительстве Израиля, которое стало самым ультраправым и вообще ультрарадикальным и националистическим вообще в истории страны, там как раз довольно ключевые портфели взяли люди, убежденные поселенцы. Например, министр финансов Израиля Смотрич, он родился там, и он как раз с пеной у рта выступает за то, чтобы их расширять, чтобы строительство этих поселений как бы активизировалось, и вообще продолжать, и так далее. Конечно, это один из основных камней преткновения конфликта Израиля с западным берегом реки Ордан и с фатх, которые контролируют его. Поэтому Нета Нягу набрал в правительство сейчас людей, которые спят и видят, чтобы расшириться на западном берегу. Но я правильно понимаю, что поселенцы, вот если максимально упрощать, это люди, которые приходят просто на территорию западного берега реки Ордан, говорят, вот здесь вот будет наше поселение или наш аванпост, и начинают там строиться, разводить сады и прочее, не спрашивая ни у кого разрешения, да? Ну, нет, это, конечно, очень упрощенный взгляд на вещи. Конечно, это происходит немножко не так. Правительство разрабатывает план строительства этих еврейских поселений, потому что туда должны прийти бульдозеры, да, там все это построить и так далее. Конечно, у, так скажем, арабов, проживающих на западном берегу, не спрашив, но это довольно комплексное дело, да, это прийти и сделать, там, я не знаю, это включает в себя градостроительство, там есть какие-то бумаги, естественно, какие-то законы, прописанные в израильских правилах и законах, которые не признаются там по каким-то международным канонам и так далее. Нет, это все не так, естественно, линейно, но в общем, в общем и целом, если упрощать совсем так, то туда. Они, грубо говоря, говорят, это наша земля, тут жили наши предки, и я тут хочу разбить виноградник и делать вино. И вот давайте, будьте добры, правительство, обеспечьте мне эту возможность. И вот если в правительстве в тот момент находятся там правые, ультраправые, то да, ему предоставляют такую возможность. Если правительство в тот момент в Израиле более центристское или там левоцентристское, то это уже затруднительно, да, это сделать, потому что они как раз выступают вот за диалог с палестинской стороной, чтобы никакие бульдозеры без спроса туда не въезжали. Так что это все очень зависит от того, кто сидит в КНЕСТе в данный момент истории, в данный момент времени. Давай теперь перейдем к дню сегодняшнему. Можешь рассказать, кто руководит сектором газа и кто руководит западным берегом реки Иордан? Да, западным берегом реки Иордан руководит партия ФАТХ во главе с Махмудом Аббасом. Махмуд Аббас тоже один из обладателей дипломов советского вуза, юрист. Он фигура влиятельная, очень видная на палестинском политическом поле уже в течение очень многих лет, десятилетий. Среди палестинских образований, конечно, ФАТХ это довольно умеренная сила, если можно так сказать, но ФАТХ это политическая сила, да, они никогда не позиционировали себя как боевое там крыло. А что произошло в секторе газа? В секторе газа, опять-таки мы говорили, в связи с удаленностью сектора газа от западного берега, в связи с тем, что сообщений между ними нет. В 2005 году к власти пришел Хамас, при том он был избран на всеобщих выборах, то есть жители сектора газа его избрали. Но дело в том, что стало это возможно только после смерти Ясера Арафата, потому что пока был жив Арафат, умер он в 2004 году, но при жизни Ясера Арафата основной силой палестинского сопротивления считалась организация освобождения Палестины, которую возглавлял Арафат, собственно. Но в 2004 году, в ноябре, Ясер Арафат скончался, и уже в январе 2005 года Хамас начал устанавливать контроль в секторе газа. Начали они с того, что победили на муниципальных выборах сектора. Ну, собственно, тогда как бы официальной даты их полного воцарения в секторе газа, наверное, считается 2007 год. Но я была там в период времени, как раз освещала выборы в секторе газа в 2005 году. И я тебе совершенно авторитетно заявляю, что уже с 2005 года можно считать, что Хамас начал как бы устанавливать свой полный контроль в секторе газа. И надо сказать, что они довольно жёстко разобрались с представителями ФАТХ, потому что и сектор, и Западный берег, они, конечно, были под руководством ФАТХ, ООП и так далее. И вот те лидеры, которые возглавляли сектор газа, но принадлежали к когорте политиков типа Аббас и Арафат, Хамас с ними разобрался очень жёстко, очень жёстко. Они дали им какое-то время на то, чтобы уехать добровольно, те, кто не хотел уезжать добровольно, в общем, вплоть до их. Насколько я знаю, скидывали, людно скидывали там с крыш домов и так далее. В общем, и Хамас взял власть в свои руки. Ну и вот, и с тех пор палестинские территории, граничащие с Израилем, управляются двумя разными политическими миссиями. Ты ещё упоминала ООП, Организацию освобождения Палестины. Можешь про неё рассказать ещё? Ну, сама Организация освобождения Палестины была основана решением Лиги Арабских государств в 1964 году, в 60-х. Но они как бы стали правоприемниками тех арабских сил, которые ещё во время Первой войны за независимость Израиля позиционировали себя как представители интересов арабов, проживающих на этих территориях. То есть в 64-м году в Организацию освобождения Палестины вошли все те же люди, кто когда-то участвовал в боях против Израиля в 47-м и в 49-м годах. Конечно, были новые лица, новое вливание. Программным документом ООП стала Палестинская хартия. Принята она была в Каире в 68-м году. И главным пунктом этой хартии была прописана ликвидация государства Израиля. Устранение сионистского присутствия в Палестине вообще. То есть это было даже не столько про сам Израиль, как и любых жителей этого региона с еврейскими сионистскими корнями. То есть и государство Израиль ликвидировать, и всех, значит, кто имеет отношение к еврейству, тоже ликвидировать. Это был главный пункт. Собственно, более поздние переговоры уже между Арафатом и Цхаком Рабиным стали возможны только потому, что ООП решила отказаться от этого пункта. Но начиналась организация именно так, очень радикально. Ты как раз сейчас сказала про переговоры, и недавно на сайте BBC выходила твоя статья о 30-летии соглашений ВОСЛА и почему они провалились. Ты можешь вообще рассказать про то, какие были попытки разрешения арабо-израильского конфликта? Это очень сложная тема, и я объясню тебе, почему. Потому что то, что называется у журналистов, политиков или там общественных деятелей, которые занимаются этой темой словосочетанием разрешения арабо-израильского конфликта, это вообще мы не понимаем, что имеется в виду. Какое разрешение? Разрешение, что они не будут друг в друга стрелять, но понятно, что это невозможно, потому что палестинцы не перестанут претендовать на землю, которую занимает государство Израиль. В том ли они видят выход, чтобы создать соседские, дружественные два государства? Ну, пожалуй, вот эта версия разрешения конфликта, она стала более такой осязаемой, ее хотя бы можно было сформулировать, да, что хотят-то вообще от них, потому что, в принципе, словосочетание разрешения и конфликта, непонятно, что в него вкладывали люди, как его разрешить, начать с чего. Кому-то обязательно не понравится, да, как он будет разрешен или одной или другой стороне, пока не пришли к формуле создания вот двух государств, соседствующих рядом. Вот эта формула, наверное, выглядела как одна из самых жизнеспособных, если бы была на это, извини за клише, политическая воля. Политическая воля во всем этом процессе мелькнула, как я это представляю, она мелькнула на горизонте ближневосточного конфликта только вот один раз, когда в сентябре 93-го года Рабин и Арафат предприняли что-то похожее на диалог. Да, до этого тоже был как бы момент, когда в рамках Кент-Дэвидских соглашений Израиль добровольно отдал Египту полуостров Синай, но там было дело в другом. Там просто Израиль понимал, что раз Египет и Иордания готовы подписать мирное соглашение с Израилем, это надо было делать. И, собственно, полуостров Синай, он, ну, это такая довольно безжизненная часть суши, так что, в общем, цепляться за нее, как я понимаю, мне сложно войти в голову того правительства Израиля, но мне кажется, что они просто решили за него не цепляться и отдали. Это был очень серьезный шаг, но следующий был уже вот в 93-м году, когда появилось что-то похожее на диалог. И тогда впервые в своей истории, это был первый и последний раз в своей истории, когда палестинская сторона прописала и проговорила вот эту фразу. Мы признаем, 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 какая там была формулировка, я точно уже не помню, право государства Израиль на существование. Но, как ты понимаешь, для урегулирования такого масштабного конфликта сказать эту фразу один раз – это мало, потому что после смерти Арафата и взятием сектора газа под контроль Хамас и всего, что было уже после, особенно при том, что это было чуть ли не последнее левое правительство в Израиле, потом было еще одно под руководством Махуда Барака, но в основном с тех пор правые не выпускали власть из рук в Израиле. Конечно, вот при всех этих условиях вернуться к этому диалогу уже было невозможно. Я, когда работала над этим текстом, что тогда произошло, почему это стало возможно, а потом почему это все рухнуло и так далее, то я в разговоре со своими источниками в Израиле и сама, в общем, довольно много зная про то, как работает политика региона, в общем, я прописала в этом тексте, что этот мирный процесс, который затеяли тогда Арафат и Рабин, могли довести до конца только они сами. Это, в общем, был такой процесс, державшийся на личностях конкретных людей, особенно Рабина, потому что второго Рабина в Израиле больше не было. И, как мы знаем, Рабин поплатился за этот мирный процесс жизнью от рук своего же израильтянина, ультраправа. Так что мирный процесс был только единожды, наверное, таким ярким, осязаемым и давал какие-то, я не знаю, перспективы. Не случилось в силу причин, которые я только что назвала, потому что был убит Рабин, потом умер Арафат и так далее. Но я бы сказала, что соглашение ОСЛА, наверное, был такой единственный момент, за который надо было, можно было уцепиться. Ещё я хочу тебя вот о чём спросить. Часто в последнее время в новостях мы слышим упоминания ещё двух стран. Я имею в виду в контексте вот этой субботней атаки. Это Иран и Ливан. Причём они вообще здесь? Ну, Иран и Ливан. Я думаю, что всё, что можно перечислить через запятую, там, Сирия туда же, да, это всё Иран, можно сказать одним словом, Иран. Потому что если такой международный экспертный разум прав, а я опять-таки опираясь на свои знания и свои источники, думаю, что он прав из-за тем, что произошло в Израиле сегодня стоит Иран, то Иран является спонсором. И Хамас, и Хизбаллы, которая орудует и имеет довольно большой политический вес в Ливане, да, и поэтому северные границы Израиля не в безопасности никогда, не единого дня, именно из-за Хизбаллы. Сирии и так далее, и так далее. В общем, Иран давно считают самой главной угрозой Ближнего Востока, потому что они подбираются всё ближе и ближе к созданию ядерного оружия, и они довольно неуправляемые. Но то, что они являются спонсорами вот этих группировок на Ближнем Востоке, собственно, они сами этого не скрывают. И если ты видел там заявления различных иранских лидеров после субботнего вот этого ужаса, они сказали, что они довольны, как, значит, их братья хамасовцы провели операцию гордости. Они назвали это операцией гордости. Поэтому Иран – это деньги, Иран – это технологии, Иран – это возможности. Ты знаешь, в 90-х годах, когда я впервые приехала в Израиль, в 90-м году я впервые приехала в Израиль, вот какое-то время после этого, самодельные ракеты, которые Хамас делал там в каких-то там сараях Касамы, да, они едва перелетали вообще забор, границу. Они были очень такие слабенькие, и у Хамаса хватало ресурсов только вот на это. То, что происходило в последующие годы, и то, чему мы стали свидетелями сейчас, говорит о том, что Хамас не стоит на месте. То есть для того, чтобы осуществить то, что было осуществлено в субботу, для того, чтобы прорвать границу между Израилем и сектором газа, надо было иметь огромные ресурсы, деньги и данные разведки. И Хамас на это не способен. Я говорю об этом опять-таки из собственного опыта. Конечно, за ними стоят серьезные люди, и люди-то Иран, и уже израильская разведка неоднократно, естественно, как бы говорила, что Иран мутит воду во всем регионе. Я просто хочу, чтобы наши слушатели поняли, что такое граница сектора газа Израиля. Это глухой забор, Илья, глухой, утыканный камерами. И вот внутри базы сидят люди за компьютерами, и раньше смена была 4 часа, сейчас, может быть, больше, меньше, я этого не знаю. Но раньше вот эта смена этого наблюдающего была 4 часа. И вот компьютеры расставлены друг от друга на расстоянии метра, к примеру, и вот сидит бригада наблюдающих, которая вышла на смену, и они смотрят в эти экраны. Они не могут чихнуть, они не могут посмотреть вправо-влево, они смотрят в экраны. Приблизиться с той стороны к этому забору так, чтобы тебя не увидели в этот экран, невозможно. Невозможно. Я знаю случаи, когда ставили под ружье целую базу, потому что стая аистов прилетела. Понимаешь, невозможно. И я знаю, о чем я говорю. То, что произошло, имеет единственное объяснение, что технологии израильской армии, вероятно, были выведены из строя. Но ты представляешь, да, это одни из ведущих технологий в мире. Чтобы вывести из строя эти технологии, надо было, чтобы у кого-то были такие же крутые технологии. Но это явно не у Хамаса. Хамас не занимается технологиями. Хамас ничего такого делать не может. Я говорила со своими источниками военной разведки Израиля, и они подтвердили, да, что, скорее всего, была выведена из строя система наблюдения, и, вероятно, были выроты какие-то тоннели, которые Израиль не засек по какой-то причине. Опять-таки, возможно, из-за того, что еще раньше была выведена из строя система наблюдения. То есть это все связано с технологиями. И единственное, откуда Хамас мог получить их, это Иран. Поэтому Иран сейчас везде. А зачем это Ирану? Ну, во-первых, Израиль – враг Ирана. Ай-Кетала заявлял об этом не раз. И политика современного Ирана тоже заключается в том, чтобы стереть Израиль с лица и земли. Вот, это первое. Во-вторых, Израиль категорически выступал против сделки американской, которую заключил Барак Обама еще в свое время с Ираном, что с Ирана снимут экономические санкции в обмен на обещание Ирана не работать над созданием ядерной бомбы. И чтобы делегации МАГАТЭ могли беспрепятственно приезжать в Иран, их выпускали, чтобы у них был доступ на эти центрифуги. Ну, как бы Израиль считает, что вообще словосочетание «обещание Ирана» – это смехотворно. Какие обещания Ирана? И они были категорически против этой сделки. Когда к власти в США пришел Трамп и вышел из этой сделки, Израиль это всеми силами поддержал. Но для Ирана это очень плохо, потому что экономические санкции на него были такие, тоже нешуточные. Ему, конечно, очень сложно с ними справляться. Он хотел избавиться от санкций. Естественно, многие эксперты, которые хоть чуть-чуть разбираются в том, как работает Ближний Восток, понимают, что никакой установки работы над ядерным оружием Иран не планировал. То есть он хотел, чтобы с него сняли санкции в рамках этого соглашения, но потихонечку продолжает работать над ядерным оружием. И ровно это говорил Израиль. Ребята, они не остановятся. Они будут продолжать разрабатывать вот это. Поэтому Израиль, конечно, в общем, для Ирана это угроза и его экономической составляющей, и геополитической, и всякой другой. Особенно, если Израиль действует в близком контакте с Соединёнными Штатами. Это зависит от того, кто у власти в США, потому что чисто исторически республиканские администрации всегда были в более тесном контакте с Израилем. А демократические администрации в чуть менее тесном. Но вот сейчас, в данном случае, Байден сказал, что сделает всё возможное для того, чтобы оказать Израилю любую помощь. Поэтому как раз для Ирана уничтожение Израиля или хотя бы вот такое унижение Израиля, это, в общем, их цель, и с точки зрения выгоды объясняется довольно просто. Хорошо. И мой, наверное, последний вопрос. Он тоже банальный, но может ли наступить мир между израильтянами и палестинцами? И если да, то на каких условиях? Это там условие одно государство, два народа, или это условие о создании двух государств? Илья, слушай, если бы я могла ответить тебе на этот вопрос, я бы, наверное, претендовала на Нобелевскую премию мира, потому что это... Ну, мне кажется, что это на данном этапе нерешаемая задача. И я думаю, что после того, что произошло, вообще можно забыть про любые какие-то движения в эту сторону. Раньше, как я уже сказала в разговоре с тобой, формула «два государства на одной земле», она выглядела наиболее, наверное, приемлемой, если бы люди согласились на это. Но опять-таки, что такое Хамас? Хамас получает огромные вливания от своих спонсоров, которые тратят на борьбу за свободу Палестины. И если бы Палестина обрела государственность, и никакая борьба уже не была бы необходима, то, соответственно, наверное, прекратились бы эти спонсорские деньги. Я так думаю. Поэтому это была хорошая идея создать два государства, но вряд ли она бы к чему-нибудь привела. А сейчас, понимаешь, Израиль отказался от тактики предупреждения мирных жителей в секторе газа. Почему я об этом говорю? Я тебе сейчас скажу. Это очень тревожный момент. Дело в том, что Израиль прославился тактикой этой, и гуманной тактикой очень. Они предупреждали мирных жителей о том, что готовятся там о бомбардировке, обстрелы, чтобы они могли спрятаться, уйти и так далее. Значит, отказ от этой тактики означает, что Израиль, ну как это сказать на русском языке, на английском есть прекрасное название, does not care. Все, ему все равно. Ему все равно, что там будет. Мне кажется, что вот тот Армагеддон, который мы наблюдаем, это еще не конец. Израиль после того, что он пережил, и после того, как в одном только кибуц и кфараза были обнаружены 200 тел, 40 из них дети, и некоторые обезглавлены, он плевать хотел на все ограничения. Он не будет больше никого ни о чем предупреждать. И наземная операция будет. Сегодня утром командование армии обороны Израиля заявило, что на границе с сектором газа сконцентрирована огромная группировка, пехота, артиллерия, и 300 тысяч резервистов, кстати, которые пришли в армию, они тоже все там. Это огромная, огромная группировка. И они готовы начать наземную операцию. Поэтому я думаю, что она начнется скоро. Я думаю, что это вопрос нескольких часов, наверное, может быть. Даже, может быть, до окончания сегодняшнего дня мы уже увидим это. Ну, я не военный стратег, но мне так кажется. А если это произойдет, и при том, что Израиль больше не считает необходимым идти на какие-то там гуманные шаги, никого ни о чем предупреждать, то жертв будет такое количество, что о мирном процессе любом можно забыть на десятилетия вперед, если вообще когда-нибудь будет смысл к нему возвращаться. Спасибо, Настя. Это была моя коллега Анастасия Успенская с таким довольно печальным прогнозом, но все же вы слушали подкаст «Что это было». Его можно найти на нашем сайте, в соцсетях, в Apple подкастах и на других платформах, в том числе и на YouTube. Подписывайтесь на нас, оставляйте оценки, ставьте лайки и комментируйте. Так о нашем подкасте узнает еще больше слушателей. Меня зовут Илья Кизиров. Всего доброго.